Доброе утро, дорогие телезрители! Мы выходим в эфир в канун замечательного события. Завтра, 4 ноября, день Казанской иконы Божией Матери, день народного единства, наш общенациональный праздник, который установлен в честь освобождения Кремля, а затем Москвы и всей России от польской интервенции, преодоления смуты. В этом году мы празднуем 400-летие этого великого события. Я хотел бы несколько слов сказать именно по этому поводу. Что произошло 400 лет тому назад? Произошло избавление страны, народа нашего от погибели. Мы были на волосок от исторической трагедии, от уничтожения страны, от потери ее суверенитета, от ассимиляции православия с католичеством, в общем, от национального уничтожения. История хорошо известна. После смерти Иоанна Грозного началась череда проблем, связанных с желанием тех или иных боярских кланов добиться власти, войти во власть. Особенно это произошло после смерти Федора Ивановича, сына царя Ивана Грозного. Не буду рассказывать вам всех этих исторических перипетий, и прочитать об этом можно, да и многие из вас все это хорошо знают. Важно другое. Что же произошло с нашим народом, что враг дошел до Москвы, не встречая практически никакого сопротивления? И вошел в Кремль. Что произошло с нашим народом, когда в Смоленск из Москвы было направлено посольство, делегация, состоящая из бояр, с просьбой к королю Сигизмунду посадить на царство в Москве и его сына Владислава. Ведь инициатива-то исходила из Москвы, конечно, военная инициатива происходила из Польши, и на русскую землю пришли польские войска. Но а кто их пригласил в Москву? Кто перед ними открыл этот путь? Те самые бояре, элита, которая считала, что посаждение на московский престол королевича Владислава будет неким модернизационным проектом для России. Новая власть, западноевропейская, образованная, армия гораздо сильнее московской, лучше вооруженная, европейский уровень образования, культуры, а вместе с ним и западная трактовка христианства, все это многими воспринималось как путь к модернизации страны. Но лучшие люди в Москве, в России понимали, что это будет не модернизация, это не будет прогресс в государственной, в общественной, в экономической, в военной сфере, а это будет потеря суверенитета, потеря независимости, исчезновение страны. И эти именно люди понимали, что речь идет не об улучшении жизни народа, не об укреплении государства, а о полном демонтаже государственной и народной жизни. И, может быть, самый главный вопрос, на который мы сегодня должны отвечать в связи с празднованием 400-летия смуты, как это могло произойти, почему русские люди, бояре, вроде как бы ответственные за судьбу страны, почему они сознательно пошли на все эти поступки, которые просто квалифицировать как предательство можно? Ведь они не думали, что они предают страну, родину. Они считали, что они делают великое и благое дело. Все это очень перекликается и с нашими сегодняшними днями. Многие думают, что заимствование иных образцов общественного, политического развития, отказ от своей самобытности, от своей веры, которая для тех, кто предлагает этот отказ, представляется костной, консервативной, мешающей развиваться народу и государству. Вот все это присутствует и сегодня. Но совершенно очевидно то, что 400 лет тому назад нашлись люди в лице патриарха Гермогена, который отказался подписать воззвание, призывающее русский народ склониться перед Владиславом. Владиславом, Минин и Пожарский, которые в ответ на призывы патриарха Гермогена подняли ополчение. И многие другие регионы России, поддержавшие это ополчение, все они понимали, что речь идет не о благе страны, а о ее погибели. После завершения смуты избрания Михаила Федоровича на царство и особенно с пришествием к власти государя Алексея Михайловича, Россия получила второе дыхание. Огромное, колоссальное развитие национальной жизни, экономики, государственного строительства, освоения новых земель, как будто некая пружина, которая сдерживалась, произвела мощное движение, огромной силы толчок. И Московия превращается в великое государство от моря до моря, от океана до океана, сохраняя свою самобытность, свою веру и одновременно развивая и экономику, и укрепляя политические основы жизни, и содействуя общественному развитию нации. Вот и сегодня, полагаю, мы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы не допускать смуты в сознании, смуты в умах. Ведь и сегодня, подобно некоторым боярам московским, есть люди, которые предлагают неприемлемые рецепты для модернизации нашей жизни и для улучшения условий бытия нашего народа. Речь идет не о том, чтобы уходить в изоляцию, отказываться от опыта других, отказываться от взаимных обменов, от того, чтобы быть страной открытой в экономическом, в научном, в культурном смысле слова. Речь идет о том, что не может приноситься в жертву всему этому суверенитет государства, его национальное достоинство, территориальная целостность, и что самое главное, не могут разрушаться базисные, духовные и нравственные основы жизни народа. И вот тогда любое совершенствование общественных отношений, науки, искусства, образования, то, что мы сегодня называем этим словом модернизация, будут содействовать и улучшению жизни людей, и усилению основ вновь нашего государства. Празднуя 400-летие окончания смуты, мы должны сделать выводы из всего того, что произошло 400 лет тому назад. Не наступать вновь на одни и те же грабли, как говорят. Мы должны вдохновляться вдохновляться великим примером патриарха Гермогена, Минина и Пожарского и тех мужественных защитников Родины, которые, подняв мощное народное движение, освободили страну от иноземных интервентов и заложили основы замечательного развития народной жизни и совершенствования российского государства. Мы завтра будем праздновать этот праздник. Начнем мы это празднование с богослужения, которое будет совершено в Успенском соборе Московского Кремля. Специально в честь этого праздника из Санкт-Петербурга будет привезен чудотворный список казанской иконы Божией Матери, который по повелению государя-императора Петра I из Москвы был направлен в новую столицу в Санкт-Петербург. Мы перед этим образом будем молиться Царице Небесной о том, чтобы она покрывала землю нашу, чтобы укрепляла веру нашего народа, чтобы помогала сохранить всегда независимый, устойчивый жизнь нашего Отечества. И верим, что Царица Небесная преклонит милость ко всем нам. Ну, а что касается отношений с Польшей. По милости Божией, в этом году, во время моего посещения Польши, вместе с руководством католической церкви Польши, которая является церковью большинства, мы подписали совместное послание к народам России и Польши. Много чего было в истории. И смутное время, и Наполеоново нашествие, и потеря Польши своего суверенитета, и затем тяжелейшие события, связанные с историей 20-го века, когда страдали русские от поляков и поляки от русских. Большой груз негативных эмоций, связанных с нашей общей историей. Но этими негативными эмоциями нельзя жить постоянно. Два славянских народа, которые живут бок о бок друг с другом, не могут эти негативные эмоции, происходящие из прошлого, налагать на жизнь сегодняшнего дня. И тем более не могут, руководствуясь этими эмоциями, тормозить развитие отношений между странами и народами. Вот осознание того, что пора перелистнуть страницу, нельзя берегить постоянно раны, нанесенные истории. Вот это понимание было продемонстрировано и русской православной церковью, и польской католической церковью, что привело к подписанию того документа, о котором я только что сказал. И поэтому, перелистывая тяжелые страницы прошлого, мы как бы себя освобождаем от этого негативного эмоционального груза и открываем свой ум и свое сердце к тому, чтобы по-братски строить отношения с соседней Польшей. Особенно принимая во внимание то, что христианские принципы человеческой жизни и в Польше, и в России не просто уважаются большинством, но именно с таким образом жизни наши народы связывают свое благополучие. И в этом смысле вражда минувших веков сменяется сегодня возможностью совместно защищать, отстаивать христианские ценности в Европе и содействовать в тому, чтобы два народа строили свою жизнь, сохраняя верность евангельским заветам. На этом я заканчиваю нашу передачу и пусть Божье благословение пребывает с вами. Продолжение следует...